Итак, я решила снять сегодня влог, потому что планы на сегодняшний день у меня изменились, и я подумала, ну раз такое дело, почему бы не снять на эту тему влог. Итак, я сейчас завезла девочек маме-мужа, потом у меня кое-какие дела будут, а вечером я поеду на ДЛТ фэшн-шоу. Пригласили, ой, сейчас сниму нарядочки, пригласили меня и мужа, но муж не сможет пойти, поэтому вместо него с удовольствием пойдет моя подруга Аля. Вы ее, наверное, уже видели много раз, она такая модница, поэтому с удовольствием пойдет со мной. И я возьму вас, вообще покажу, что там будет, наверное. Сейчас я еду по набережной, еду в ДЛТ, на ДЛТ фэшн-вик, как я вам ранее сказала. Кто не знает, ДЛТ это ЦУМ, ДЛТ-ЦУМ это такой магазин, который находится в Санкт-Петербурге и в Москве, в котором представлена брендовая одежда. И, кстати, извините, пожалуйста, за скол, который вы можете наблюдать на моем лобовом стекле. Надеюсь, скоро мне стекло это заменят, и, конечно, этого скола не будет, потому что мне тоже ездить с таким сколом не очень нравится, он прямо у меня перед глазами. Ну, ладно, я покажусь еще вам. Я выгляжу, естественно, ничего особого. Белая кружевная блузка, рваные джинсы, мои любимые очки тут, как всегда. С собой сумочка красная, вон лобутены лежат, чтобы мне перебуться. Вот тут еще бутылочка воды, как всегда пью воду, пью много воды. Вечно остаются эти следы от очков. Главное припарковаться там. И так не припарковаться возле ДЛТ, а сегодня так тем более. Я вообще, честно говоря, не знаю, что это за мероприятие будет. На подобные мероприятия никогда не ходила. Ну, в общем, сейчас рискнула, ну и покажу вам что-нибудь и расскажу вообще свои впечатления об этом. Стоило ли вообще ехать, тратить на это свой вечер, не знаю даже. Субтитры сделал DimaTorzok Заодно я решила купить мужу рубашки. Вот мы с Алей уже у цели, приглашение у меня. Сейчас пойдем на это фэшн-шоу. Ты можешь передать привет. Привет. Может, соскучилась по вам всем? Да. Необходи's! Субтитры сделал DimaTorzok Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро! Это утро следующего дня. Оно начинается у меня со стакана кофе. Я делаю именно в таком стакане. Мне как-то так нравится, как это выглядит. И как-то приятнее пить. И посмотрите, какая у меня тут красота. Lovebox. Это букет. Очень красиво оформлен. И мне нравится, что не нужно искать вазу, как обычно. Суетиться со всем этим. Все уже готово. И очень красиво все смотрится. Этот букет прислала мне моя подписчица. Я, конечно, не могла отказаться, когда она мне прислала фотографии своих работ. Все так красиво. И я, конечно же, согласилась. Так, вам скажу, где можно посмотреть ее работы. Ну, вот, в принципе, Lovebox SPB – это группа, не группа, а в Инстаграме. И Lovebox SPB – это группа ВКонтакте. Ой, прям нарадоваться не могу. Так, прям, рано-рано с утра такой букетик пришел. Так мило. Спасибо большое. Решила продолжать снимать влог. Такой букетик хочу вам еще показать. Подружка мне подарила. Он красиво вписывается в интерьер. И нужно иногда его брызгать водичкой. Он будет очень долго стоять и выглядеть свежо. Красиво, по-моему. И отвечаю на ваши вопросы. Часто спрашивают, по какой методике мы занимаемся с Миросей. И вот со Златой, кстати, мы тоже начали заниматься уже. Умница называется. Чтение с пеленок. Входит в набор. Входит в набор. Книжки, вертушки. Дневник занятий. Карточки с буквами. Чистые карточки. Сейчас вам могу показать, что это все крупно, четко, хорошо воспринимается малышом. Но это действительно такие серьезные занятия. Потому что вот есть и дневник занятий. И вот дневник занятий. Все это нужно фиксировать. Сейчас просто к примеру покажу вам. Вот так вот. Например, карточка движений. На улице. Ну, еще парочку покажу. Погода. Еще есть пустые карточки. И, кстати, мы вот ходим на развивающие занятия. И один мальчик очень хорошо знает геометрические фигуры. И мы поинтересовались, как они достигли таких результатов. И они, нам сказать, что тоже занимаются по набору умница. С такого совсем возраста маленького. И вот поэтому мы со Златой тоже уже начинаем. Конечно, она кажется, что не особо что-то понимает. Но я думаю, потом, через какое-то время, выдаст результат. Так что присмотритесь. Ну, такой серьезный набор. Это не просто развлечение. Действительно, нужно с ребенком заниматься. Вот так выглядит коробка. Большая. И нам доставили ее прямо домой. И второй вопрос часто с давами. По поводу чистки зубов. Я тут тоже уже подготовила вам показать. Чистим с помощью таких нападочников. И чуть позже уже будем начинать чистить зубной щеткой пасты. Когда я научу Миросе полоскать. А как научить ребенка полоскать рот? Нужно взять в стакан воду. Налить ее до определенных краев. Пытаться учить ребенка полоскать. И просить обратно, чтобы он эту воду в стакан выливал изо рта. И если он выливает примерно такое же количество воды после полоскания в стакан обратно. Значит, он действительно ее не глотает. Значит, уже он научился полоскать. В общем, мы сейчас пытаемся научиться полоскать горло. Сегодня такой теплый солнечный денек. И вечером мы поедем отмечать день рождения мужа. Именно на ночь. Потому что день рождения у него завтра. В Пасху. Едем на день рождения к мужу. Подъезжаем. Вот такой у меня образ. Решила вам показаться. Наверное, еще не знаю. Покажу, что кушать буду. Я не знаю. Ну, как обычно, да. Ты можешь передать привет подписчикам. Помахать этой рукой лучше. Сейчас хочу показать вам вид на город. Спасибо за субтитры Алексею Дубэк. Музыка 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 А вот Яна. Давно не видели Янова, да? Да, погромче. Музыка Музыка В красном платье? Да, в красном платье, в туфляре, на холодной шторре, и в туфлячке, мой любимый. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я отвезла Миросю в детский сад на час на развивающие занятия Тем временем мы со Златкой поехали в магазин продуктовый Потому что с двумя детьми, честно говоря, мне сложновато в продуктовом магазине находиться Вы меня понимаете, Мирося пытается куда-то убежать И не угнаться за ней вместе с тележкой и со Златой Поэтому пока она там, как раз за этот часик я и куплю продукты Честно говоря, признаюсь вам, у меня какой-то упадок сил Видимо весна Я даже, видите, скрываюсь под темными очками Я реально такая заспанная Потому что Мирося и Злата встают в последнее время в 6.30 утра И уже Мирося кричит, мама, мама И, конечно, я уже подхожу к ней Уже мы идем умываться Я иду кормить ее В общем, никакого сна в последнее время нет Я очень мечтаю поспать Но говорят, вот именно летом детишки так рано просыпаются А зимой вроде как полегче дела обстоят Я надеюсь, очень тяжело мне вставать в 6.30 утра Не знаю, как-то, может, можно немножко перестроить график Но пока я не знаю, как это сделать В общем, вся эта усталость еще с зимы накопилась Сейчас плюс еще такие ранние вставания Я вообще думаю только о сне Вот, что я хотела вам сказать И, кстати, после того, как я съезжу в продуктовый магазин Сейчас заберу Миросю Мы съездим еще с ней, со Златочкой В такое развлекательное, не знаю, детское пространство Я вам там поснимаю немножко Здорово, на самом деле, всякие животные стоят Мирося любит там играть Я думаю, сейчас во всех городах такие места есть Ну и потом уже я буду с вами прощаться И, может, мне удастся поспать когда-нибудь днем Ну и денек Я даже не вижу сейчас толком, что снимаю Потому что у меня в магазине упал телефон на пол И разбился в дребезги Я наклонилась что-то взять И он упал так неудачно В общем, весь экран не то, что он треснул А он раскололся И прям вот кусочки стекла выпадают из него Я даже не знаю, как вам показать Так, конечно, настроение подпортилось Вот, если вам видно Вот такие прям тут, видите, кусочки стекла отпадают И полностью по всему экрану пошли эти ветки Да, обидно Вообще пользоваться невозможно Потому что опасно Прям под ногти эти кусочки стекла попадают Как занозы Только на выходных приезжали к нам друзья И подруга Настя показывала Как она расколола свой тоже шестой айфон Я так посмотрела И вот сегодня я расколола Ужас какой-то Аккуратнее У кого шестые айфоны Они просто, если нагибаешься Они выпадают из кармана Потому что слишком большие Нейрозечка Кто это, мышки? А тут золотусечка наблюдает за Миросей Миросей, как всегда, в бассейне с шариками Миросей, ку-ку Конечно, толком не вижу Миросей в разбитом телефоне Такой вот сказочный мир Большая территория, много всего Акула, да, Миросей Правильно, акула Миросей, кто там в домике? Ой, ты кого-то достала? Кто там в домике? Домик какой-то Ну, в окошко подсматриваем, да? Да, посади обратно Игрушечку Волк Коровка Бедвежонок А внизу зайчики сидят Самые вкусные десертки Сладка проснулась Поэтому мы с Миросей уже что-нибудь перекусим И поедем домой Вот детский куриный супчик всегда заказываю Для Мироси Сегодня в гости к нам приехала Яна Да И поэтому мне удалось Да, Сладочка, здорово Мне удалось сделать маникюр Яна, кстати, привезла вот такого мишку девочкам И я обещала вам показать Ну, не то, что я обещала Хочу показать вам телефон Как теперь мой выглядит Вот так вот он выглядит Осколки Прямо впиваются в руки Не знаю, что теперь с ним делать Либо менять экран Либо покупать новый Либо ждать уже новый Хотя ждать новый Опасно, потому что Он будет только летом Я как понимаю А эти осколки реально опасны Вот маникюр у меня такой Я снимаю на Яне на айфон, как вы поняли Потому что на мой снимать вообще неудобно теперь стало Маффины Такие милые Получились Ну, не знаю, прощаюсь ли с вами На всякий случай скажу пока Яна кушает Вкусняшка такую Вика мне приготовила Вкусный салат Правильный Кстати, Яна заметила, что после Да, расскажи то, что ты мне сейчас рассказала Я, да, как раз Фики только что рассказала Что заметила, что с тех пор, как я стала правильно есть Вот это вот ПП известное У меня улучшились волосы Я прям вижу, как они стали блестеть Как они стали выглядеть живыми Перестали быть сухими А сколько ты уже на правильном питании? Ну, наверное, уже месяца 4 Как минимум Да, вот свяжу за жирами, белками, углеводами Всем советую, это очень полезно Субтитры сделал DimaTorzok Ну, спасибо Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Ну, спасибо Продолжение следует...